всем привет меня зовут катя и вы на канале ароматик бабл сегодня я хочу вам показать как можно упаковать в термоусадочную пленку какое-то 3d мыло то есть это может быть бутылочка либо какая-то зверюшка на самом деле такие фигурки я дополнительно в пленку не упаковываю то есть я сразу это ставлю в пакет жестким дном и сверху завязываю бантик единственное как бы исключение это только когда я отправляю по почте либо транспортными компаниями тогда да конечно я защищаю все это в пленочку бутылки я упаковываю в пленку когда они у меня в наборе и точно также для транспортировки чтобы мыло не терлось не билось о пластиковую крышку которая сверху для работы мне сегодня понадобится непосредственно сама пленка также либо паяльник либо нож для пенопласта так как мы работаем с паяльником да нам понадобится какая-то досочка палочка в общем то на чем вы будете запаивать пленку также обязательно металлическая линейка потому что мы как раз по ней будем проводить паяльником либо ножом также покупала на симолэнди вот такой вот есть специальный запаиватель но честно говоря то ли я к нему не приспособилась то ли это действительно какая-то штука такая фигня полная извините за такое выражение но в общем у меня ничего не получается самой потому что я не вижу что и куда я запаиваю как видите проволочка идет маленькая тоненькая вот здесь на подушке с обратной стороны здесь вот вторая такая подушечка и когда вы закрываете вот это вот устройство механизм вы не видите где у вас находится эта проволочка да конечно здесь есть вот эта стрелка но все равно след от запаивания у меня получается какой-то вот такой волнистый и тем более неудобно одной рукой держать пленку а второй рукой вести вот этот вот запаиватель поэтому с ним я не подружилась я им не работаю запаиваю как пакеты так и вот какие-то такие вот мыльные изделия с помощью паяльника честно говоря мне им тоже больше всего удобно работать также нам понадобится обязательно фен это обычный бытовой фен которым я сушу волосы то есть не какой-то там профессиональный сегодня вам покажу два способа один способ он будет подольше но зато это качественная упаковка в которой практически не видно вашу пленку и место запаивания а второй способ он побыстрее но не такой красивый не такой качественный для второго способа мне понадобится скотч и ну чтобы не брать там никакое мыльное изделие я буду использовать вот такую вот обычную пластиковую бутылочку она у меня служила мастер-моделью вот и также нам обязательно понадобятся ножницы и в конце видео мы с вами после того как упакуем бутылку шампанского мы его с вами задекорируем фольгой и вот такими вот этикетками эту пленку я уже показывала в предыдущем видео у меня здесь вставлен листочек бумаги для того чтобы не заклеивалась опять моя пленочка для того чтобы нам красиво и качественно упаковать нашу бутылку шампанского то есть я ее сначала само мыло упаковываю и потом уже непосредственно на пленку наклеиваю этикетки для начала нам нужно с вами запаять один из краев этой пленки как я вот уже показывала да это получается полу рукав то есть если мы его раскрываем это вот такое большое полотно если оставить в таком сложенном виде это получается такой вот полу рукав да то есть с одной стороны пленочка раскрывается с другой идет шов вот как раз этот шов он нам понадобится он у нас будет находиться по верху нашего горлышка у бутылки так ровненько раскладываем нашу пленку и подставляем металлическую линейку на край то есть получается прижимаем ну как вы понимаете да что деревянную линейку здесь брать просто как бы нет смысла пластиковую тем более вот поэтому металлическая и вот так вот проводим аккуратно берегите руки не торопясь проводите паяльником мозг как видите одну сторону я убрала и вот так вот запаялся наш пакетик покажу вам поближе практически не видно этого места спаивания вот смотрите аккуратненький след мы с вами отрезаем пленочку немножко запасом для чего мы это делаем чтобы бутылку вкладывать сбоку получается так это пленочка нам больше не нужно мы бутылку будем вкладывать сбоку потому что если мы будем ее проталкивать вот самый длинный до страны то это просто мучение мыло прилипает ужасно неудобно поэтому сейчас я вам покажу смотрите укладываем мыло аккуратненько так горлышко подводим вот туда где у нас собрана пленка и аккуратно распределяем бутылочку внутри нашей пленочки вот так аккуратно я распределила мыло внутри пленки пленочку мы аккуратно разглаживаем и теперь нам нужно запаять со второй стороны наш пакетик как вы видите бутылка у меня находится ниже до чем моя доска мне как раз это очень удобно для того что когда я именно провожу вот эту линию предмет мне никак не мешает так аккуратненько лишнее убираем и вот смотрите наша бутылочка получается запаяна с двух сторон аккуратно натягиваем нашу пленку чтобы она прям была ровненько ровненько и теперь запаиваем пленочку под дном вот всю лишнюю пленку обязательно обрезайте то есть даже вот эти вот которые по бокам у нас есть вот такие ушки мы их тоже обрежем и вот такой вот маленький аккуратненький у нас мешочек получается когда мы будем с вами обдувать горячим воздухом пленка это надуется так как мешочек у нас герметичный поэтому где-нибудь каком-нибудь месте я обычно это делаю в районе горлышко так как здесь будет потом фольга мы просто иголочкой делаем небольшой прокол чтобы воздуху было куда уходить и пленка полностью обволакивала нашу бутылочку и все обдуваем ее горячим воздухом и и и Субтитры создавал DimaTorzok Когда вы приклеиваете наклейки уже вот к этой пленке, они гораздо лучше держатся. И точно по такому же принципу можно обернуть любую фигурку. Точно так же создаете мешочек, запаиваете это все и обдуваете горячим воздухом. Субтитры создавал DimaTorzok Мы оборачиваем бутылочку И небольшими кусочками обклеиваем стык пленки, где мы ее соединяли. Так, на донышке пленку я обрезаю по минимуму, только так, чтобы ее можно было подогнуть. Теперь вот таким вот образом загибаем. И точно так же фиксируем здесь скотчем. Так, а вот здесь вот горлышко я это хорошо натягиваю, вот так вот заворачиваю и загибаю как раз вот на ту сторону, где у меня идет скотч. И небольшим кусочком фиксирую вот эту вот свою вертушку. Вот что у меня получается. То есть вся лицевая часть, она у нас чистая, боковые части чистые, а вот задняя, она у нас вся получается в скотче. Учитывайте это, потому что когда вы будете обдувать горячим воздухом, скотч будет виден. Вот обратите внимание, ну правда да, бутылка у меня пластиковая, но из мыла получается все то же самое. Посмотрите, пленочкой обернуто у нас все плотно и герметично. Здесь виден скотч. Если вас это не смущает, то вот такой способ, конечно, во много раз быстрее. А на сегодня у меня все. Большое спасибо, что посмотрели сегодняшнее видео. Я надеюсь, оно было вам полезным. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...